Хороший, Вопсер, хороший. Правда? Это нормально, нормально. А Вопсер тебе устраивает? Очень, очень хороший. Тогда я перехожу в другое место. Как будто мы в одной комнате сидим. Вот так вот. Видишь, как я заботливо к тебе отношусь. Теперь у меня нет преимущества книжных полок. Я лишил себя преимущества книжных полок. Паритет. Это дает человеку интеллектуальный вид. Что делать, если нет других способов? Есть. Есть? Нет, ну, картины-то нет. Картины есть парочку. Но они тоже у меня много дизайнов. И их не видно. Ну, вещи у меня все находятся в Лондоне. Джеймс, ну... Кроме 2. А, нет. У меня здесь современное искусство русское есть. Ты купил Шары Крест? У тебя купил Ютуб. Нельзя ругаться, конечно, матом. Очень хочется. Но я у тебя все купил. У меня здесь висит несколько работ по Владиславу Ефиму. Горчахал есть прекрасный, кстати. Очень хорошая вещь, да. А кто писал этот, да, вот этот Малевич и этот Крестик? Совершенно интересные вещи. Это Горчахал, да. Да, Горчахал. А кто сделал крокодил-генов на Баку? Тоже Горчахал? Нет, что ты. Это какой-то... Это молодая художница. Я забыл ее имя, честно говоря. У тебя же есть кто-то... Да. У меня есть ассистент. Марида Руденко. Геннадий называется. А что у тебя написано на глюди интерьер? Здесь? Это китайская. Наш любимый народ. Или это Европейская? Написано... Слава великому Джеймсу Баттербеку. Почитателю галереи Максим Боксер. Почитатель, да. Да. Это... Ну, видишь, я же необразованный человек. У тебя на глюди что-то написано. Это либо китайский, либо японский. Или ты просто притаяешься всегда. А если ты помнишь, мы хотели сделать твою лекцию на выставке «Мечты коллекционера» в фонде «Энарки». которая должна была быть посвящена как раз вопросам старых и новых собраний. Потому что ты один из тех дилеров, который посетил московские коллекции в начале 90-х. И учитывая, что я вовремя работал с таким знаменитым человеком, как его Рой Майлс или кто там был. Если я не ошибаюсь, то... С началом моей какой-то такой осознанной коллекционерской деятельности, да. Потому что до этого все было таким более-менее детским, вот. Ну, собственно, выставка вот об этом, да. Разных направлений и развития. А твоя коллекция, конечно. Ты, кстати, мне очень помог в качестве коллекционера. Потому что у тебя всегда был в голове образ коллекции. И у тебя было намерение. Конечно, это намерение немножко изменилось. Но сначала, когда ты стал собирать средний век, я до какой-то степени тебя, ну, просто копирую. Потому что я понял, что это был самый интересный период русской живописи. Джеймс, какой средний век? Я начал. В этот... Серебряный век. О чем я говорю? Я тебя не видел сто лет. Я перестал говорить на русском языке. Это серебряный век. Серебряный. Хорошо. Я в чем говорю? Средние века. А мне не было в московской среде очень давно. Нам тебя не хватает. Потому что ты вносишь какой-то... Несмотря на то, что ты не француз, но все-таки шар какой-то ты вносишь такой. Может быть, это из-за акцента, я не знаю. Кстати, я хочу обратить твое внимание на маленькую чашечку, например. Видишь, у меня дома очень много вещей, которые меня с тобой ассоциируют. Не только вещи русских, современных авторов, а в том числе чашек. Но твоя выставка, это, конечно, мне очень жаль, что я не мог ее посетить. И вообще все мероприятия вокруг, учитывая, что это было до карантина, идея была широкая. И очень, на мой взгляд, правильная. То есть, соединение и реакции с твоей выставки. И у тебя, конечно, коллекция очень тонченая. И, ну, я знаю фактически наизусть. Я понимаю. Так, как ты знаешь, мой друг Гибсон? Окей, Гибсон. Как мой друг Гибсон? Ты знаешь, где сейчас Гибсон сидит? Подожди две секунды. Я покажу тебе, где Гибсон сидит и как Гибсон сидит. Гибсон, между прочим. Вот. Видишь, как хорошо он. Да. Ага. Вот. Гибсон, это Гибсон. Ну, Гибсон, конечно, наслаждается на 5+. Ну, хорошо. Ну, Гибсон, твое вдохновение – это создание «Шар и крест», твоя выставка и твоя деятельность. Я занимаюсь чем-то другое. Я стал снова, так, писать поэзию. И, я не знаю, у нас… Ну, понимаешь, ты более способен на какие-то художественные движения. Ты более способен, у тебя более артистичная натура, чем у меня, и у тебя есть выход для твоей энергии, и это все-таки академизм, интеллектуальное вдохновение. А у меня нет такого интеллекта, у меня более фермерское, фермерское. Ну, подобного. И я собираю свои там ракушки, лобстеры, крабы, гуляю на свежем воздухе. Скоро откроется сезон рыбалки, я буду… Конечно, ты будешь зашел. Да, да. Но у тебя есть другой талант, которому тоже нужно спеть хромом. Вот этот талант, да. Вот этот талант имеешь в виду. Другому таланту. Да, да. Начинаешь не шуткать? Нет, я надеюсь, что… Вот это… Да. Что ты хотел сказать конкретно? Я хотел сказать, что скоро закончатся деньги, и нужно будет зарабатывать. Да. Это я знаю. Это я знаю. И скажу, еще совсем недавно мне казалось, что присутствие таких важных именов в собрании, да, вызывает очень много эмоций и ассоциаций, какого-то пиетета и придыхания у людей, которые не могли себе представить, что можно дома держать в работе. Рисунок врубили или сироп. А сейчас такое ощущение, что это очень изменилось и что… Да. Ну, врубили и врубили. Ну и ладно. Ну и ладно. Ну и ладно, да. Вот я куплю себе… Ну и сколько таких штук, да, да. Нет, или что-то другое. Вот. Как это произошло и почему – это очень интересно. Я иногда об этом думаю, но не понимаю. Вот. В принципе ты понимаешь, но он скажет. Унижение образования. Обши. Раз. Я не знаю, существует ли такое слово материализация всего человечества. Что раньше важнее всего было иметь чудесные картины, а сейчас важнее всего иметь кучу людей. И всем показывать, что имеешь кучу людей. Мне так кажется, что это отсутствует глубокое образование. И чуть-чуть. Так. Все, Воксер. Врубите все. Прощаемся. Сейчас, секунду. Что случилось? Ну… Там все время много жизни. Много жизни. Ну, повезло у тебя. У меня полный стоп. Тебе повезло тоже. Ну, не знаю. Не знаю. Ты страшный стоп. Я страшный стоп. Да. Я не стоп. Ну, я есть стоп, на самом деле. Больше, чем стоп, конечно. Снадизм экстракласс. Так. Хватит. Вот. Ну, видишь, какие у нас воспоминания. Что мы, кстати… Мы так давно не встречались, что у нас не было возможности вспоминать, какие у нас были совместные проекты. Ну, Окса, мы сделаем… Ты делаешь твою выставку. Будет очень много посетителей. Я буду читать свою лекцию. И я просто мечтаю, снова попасть в Россию, чтобы мы снова нашли какое-то азербайджанское заведение. Когда сгорел наш чемпион, пришлось открыть перелетный кабар. Ты помнишь? Но что делать теперь, я не знаю. Ну, это говорит очень много тебя, друг. Это очень большой плюс. Твой адрес. Вот главный связь между мной и Россией – это ты, конечно. Не говоря о других. Вот так, дорогой мой. ОТС Продолжение следует...